Здравствуйте, товарищи слушатели! Сегодня, к вашему вниманию, мы опять хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина. Собственно, эта работа была специально написана для того, чтобы ее озвучить. И здесь под заголовки Владимир Ильич указал лекция эту работу. И работа называется «Война и революция». То есть эту лекцию он прочитал на одном из собраний в Москве 14 мая 1917 года. То есть через месяц, с небольшим, после приезда в Россию из эмиграции. И вот как интересно он начинает эту работу с такой мысли. Вопрос о войне и революции, говорит Владимир Ильич, так часто ставится в последнее время и во всей прессе, и в каждом народном собрании, что по всей вероятности многим из вас, многие стороны этого вопроса не только хорошо известны, но и успели уже наскучить. Как это созвучно с нашим временем, товарищи, о войне, хотя и сказано сто лет назад с лишним. И далее он продолжает. Мне кажется, что главное, что обыкновенно забывают в вопросе о войне, на что обращают недостаточно внимания, главное, из-за чего ведется так много споров и, пожалуй, я бы сказал, пустых, безнадежных, бесцельных споров, это забвение основного вопроса о том, какой классовый характер война несет, из-за чего эта война разразилась, какие классы ее ведут, какие исторические и историко-экономические условия ее вызвали. То есть, опять же, Владимир Ильич говорит, что только с классовых позиций правильно можно оценить происходящее в мире. И далее он говорит, с точки зрения марксизма, то есть, современного научного социализма, основной вопрос при обсуждении социалистами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она подготавлялась и направлялась. Мы, марксисты, не принадлежим к числу безусловных противников всякой войны. Мы говорим, наша цель – достижение социалистического общественного устройства, которое, устранив деление человечества на классы, устранит всякую эксплуатацию человека человеком, и одной нацией, другими нациями, и неминуемо устранит всякую возможность войн вообще. То есть, только социалистическое общественное устройство может избавить человеческого плотворения. В этом заключается мысль Владимира Ильича. И далее он продолжает. Но в войне за этот социалистический общественный строй мы неминуемо встретим такие условия, когда классовая борьба внутри каждой отдельной нации может столкнуться с порождаемой, ею же этой классовой борьбой, войной между различными нациями. И мы не можем поэтому отрицать возможности революционных войн, то есть войн, которые вытекли из классовой борьбы, и ведутся революционными классами, и имеют прямое, непосредственное революционное значение. Вот так, с точки зрения марксизма, Владимир Ильич оценивает войны и их возможности. И далее он продолжает эту же мысль. Бывают войны и войны. Надо разобраться, из каких исторических условий данная война вытекла, какие классы ее ведут, во имя чего. Не разобравши этого, мы все свои рассуждения о войне осудим на полную пустоту, на споры чисто словесные и бесплодные. Вот почему я и позволю себе, раз вы поставили вашей темой вопрос о соотношении войны и революции, остановиться подробно на этой стороне дела. То есть он к слушателям обращается. И далее говорит. Известно изречение одного из самых именитых писателей по философии войн и по истории войн, Клаузица, которая гласит, «Война есть продолжение политики иными средствами». То есть ссылается на Клаузица. Итак, говорит Владимир Владимирович, «Раз война есть продолжение политики иными средствами, всякая война нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает. Ту самую политику, которую известная держава, известный класс внутри этой державы, вел в течение долгого времени перед войной, неизбежно и неминуемо этот самый класс продолжает во время войны, переменив только форму действия». То есть война продолжения политики только с переменной формой действия. Так говорит Владимир Владимирович. И далее он говорит. «На каждом шагу забывают сейчас публицисты буржуазных газет, играя на предрассудках и на обывательском невежестве совершенно неразвитых народных масс, не понимающих этой неразрывной экономической и исторической связи всякой войны с предшествовавшей ей политикой каждой страны, каждого класса, который господствовал перед войной и обеспечивал достижение своих целей так называемыми «мирными средствами». Причем слово «мирными» он берет в кавычки. Так называемыми, ибо те расправы, которые, например, нужны бывают для мирного господства над колониями, едва ли могут быть названы мирными. А дело обстоит именно так, что для понимания современной войны мы должны прежде всего бросить общий взгляд на политику европейских держав в целом. Надо брать не отдельные примеры, не отдельные случаи, которые легко вырвать всегда из связи общественных явлений и которые не имеют никакой цены, потому что так же легко привести в противоположный пример. Нет, надо взять всю политику, всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким образом из этой системы неуклонно и неизбежно вытекла данная война. То есть, проанализировать экономическое и политическое состояние, прежде чем рассуждать о войнах. Мы имеем перед собой, продолжает Владимир Владимирович, все величайшие мировые капиталистические державы. Англию, Францию, Америку, Германию. Вся политика которых в течение целого ряда десятилетий состояла в непрерывном экономическом соперничестве из-за того, как господствовать над всем миром, как душить маленькие народности, как обеспечить себе тройные и десятерные прибыли банковского капитала, захватившего весь мир в цепь своего влияния. В этом состоит действительная политика. Это я подчеркиваю. Никогда нельзя устать подчеркивать это, потому что если мы это забудем, мы ничего не сможем понять в современной войне, и окажемся тогда беспомощными во власти любого буржуазного публициста, подсовывающего нам обманные факты. Я думаю, что прошло больше ста лет, а политика этих величайших держав, империалистических, которые называл Владимир Владимирович, она практически не изменилась. То же самое продолжается, можно сказать. И далее. Разве войну можно объяснить, не ставя ее в связь с предшествовавшей политикой данного государства, данной системы государств, данных классов? Повторяю еще раз. Это основной вопрос, который постоянно забывают, из-за непонимания которого 9 десятых разговоров о войне превращается в пустую перебранку и обмен словесностями. Мы говорим, если вы не изучили политики групп воюющих держав в течение десятилетий, чтобы не было случайностей, чтобы не выхватывали отдельных примеров, если вы не показали связь этой войны с предшествовавшей политикой, вы ничего в этой войне не поняли. А эта политика показывает нам сплошь одно непрерывное экономическое соперничество величайших мировых гигантов капиталистических хозяйств. Вот так говорит Владимир Ильич о причинах войны. Далее. Он говорит, из каких источников возникла теперешняя война? То есть, речь идет о Первой мировой войне, потому что это писалось, как я уже сказал, в 17-м году, в мае 17-го года, когда война Первая мировая была в разгаре. То есть, он на ней останавливается. И говорит, это не результат злой воли капиталистов, не какая-нибудь ошибочная политика монархов. Так смотреть было бы неверно. Нет, эта война неизбежно вызвана тем развитием гигантских крупного капитала, особенно банкового, которое привело к тому, что в каких-нибудь четыре банка в Берлине или пять или шесть в Лондоне господствуют над всем миром, забирают в себе все средства, подкрепляют свою финансовую политику всей вооруженной силой и, наконец, столкнувшись неслыханно с зверской схваткой из-за того, что дальше идти свободно захватным порядком некуда. Либо один должен отказаться от владения своими колониями, либо другой. Такие вопросы в этом мире капиталистов не решаются добровольно. Это может быть решено только войной. Вот почему смешно тут обвинять того или другого короналуонного разбойника. Они все одинаковы, эти разбойники. Вот почему так же нелепо обвинять капиталистов той или другой страны. Они виноваты только в том, что завели такую систему. Но так делается по всем законам, охраняемым всеми силами цивилизованного государства. Я в полном моем праве, я покупаю акции, все суды, вся полиция, вся постоянная армия и все флоты на свете охраняют мое священное право на акции. Так заявляет буржуазия. Если создаются банки, которые ворочают сотнями миллионов рублей, если они накинули сети банковского грабежа на весь мир, если эти банки столкнулись в мертвой схватке, кто виноват? Ищи виноватого. Виновата в этом все развитие капитализма. И нет выхода из этого, кроме свержения господства капиталистов и рабочей революции. Вот тот ответ, к которому пришла из анализа войны наша партия. Так, вот такой вывод делает Владимир Ильич Ленин. Далее. Говорит он. Господство капитализма подрывается не потому, что кто-то хочет захватить власть. Захват власти был бы бессмыслицей. Господство капитализма прекратить было бы невозможно, если бы к этому не вело все экономическое развитие капиталистических стран. Война ускорила этот процесс и это сделало капитализм невозможным. Никакая сила не разрушила бы капитализм, если бы его не подмыла и не подрыла история. Выход только в том, чтобы вся власть перешла в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, представляющих большинство населения. Возможно, что при этом будут ошибки. Никто не убеждает, что такое трудное дело можно поставить сразу. Ничего подобного мы не говорим. Нам говорят, мы хотим, чтобы власть была в руках советов. А они не хотят. Мы говорим, что опыт жизни подсказывает им и весь народ увидит, что другого выхода нет. Захвата власти мы не хотим, так как весь опыт революции учит, что только та власть прочна, которая опирается на большинство населения. Поэтому захват власти будет авантюрой. И наша партия на это не пошла бы. Если правительство будет правительством большинства, если оно, может быть, поведет такую политику, которая окажется ошибочной на первых порах, но другого выхода нет. То есть, опять же, выход только в том, что власть должна принадлежать большинству трудящихся. То есть, организованных трудящихся в форме советов, как показала история, что наиболее убедительная форма на тот момент, на мае 17-го года, это советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И только потому она отвечает интересам, что она отвечает интересам большинства. Вот так свою мысль о переходе власти к советам формулирует Владимир Ильич. И далее он задает такой вопрос. Как кончить войну? Потому что война уже шла третий год, к мае 17-го года, почти три. И говорит, если революционный класс России, рабочий класс, окажется у власти, он должен предложить мир. Мы не предлагаем кончить войну одним ударом. Мы этого не обещаем. Мы такой невозможной и невыполнимой вещи, как окончание войны, по воле одной стороны, не проповедуем. Такие обещания легко дать, но нельзя исполнить. Легко выйти из этой ужасной войны нельзя. Воюют три года. Будете воевать 10 лет, либо идите на трудную, тяжелую революцию. Другого выхода нет. Мы говорим, война, начатая правительствами капиталистов, может быть окончена только рабочей революцией. Кто интересуется социалистическим движением, пусть прочтет базильский манифест 1912 года, принятый единогласно всеми социалистическими партиями всего мира. Там сказано, порохом окопилось столько, что ружья сами будут стрелять. Там написано, из-за чего будет война, и сказано, что война приведет к пролетарской революции. Поэтому мы говорим тем социалистам, которые, подписавши этот манифест, перешли на сторону своих капиталистических правительств, что они изменили социализму. Во всем мире социалисты раскололись. Одни в министрах, в некоторых думах, другие в тюрьмах. Во всем мире часть социалистов проповедует подготовку к войне, а другая говорит, пусть меня скорее расстреляют, но я не дам ни одного цента на эту войну. Я готов воевать только за войну пролетариата против капиталистов во всем мире. Вот как раскололись социалисты во всем мире, говорит Владимир Ильич. Социал-патриоты всего мира думают, что они защищают отечество. Они ошибаются. Они защищают интересы кучкой капиталистов одной кучки против другой. Мы проповедуем правитарскую революцию, то единственное верное дело, из-за которого десятки взошли на эшафот, сотни и тысячи сидят по тюрьмам. Этих социалистов в тюрьмах меньшинство, но за них рабочий класс, за них все экономическое развитие. Все это говорит нам, что другого выхода нет. Эту войну можно кончить только посредством рабочей революции в нескольких странах. А пока что мы должны подготовлять эту революцию, помогать ей. Далее, капиталисты продолжают войну, и мы говорим, пока не наступит рабочая революция в нескольких странах, война не может прекратиться, потому что остаются у власти люди, которые хотят этой войны. Ну и заключительная мысль в этой работе Владимировича такая. Кроме рабочей революции в нескольких странах, никто не победит в этой войне. Война не игрушка, война неслыханная вещь, война стоит миллионов жертв, и не так легко ее окончить. Солдаты на фронте не могут оторвать фронт от государства и решить по-своему. Солдаты на фронте это часть страны. Пока государство воюет, будет страдать и фронт. Ничего тут не поделаешь. Война вызвана господствующими классами. Ее кончит только революция рабочего класса. Получите ли вы скорый мир, зависит только от того, как пойдет развитие революции. Какие бы чувствительные вещи не говорились, как бы не говорили вам, давайте положим конец войне немедленно, его нельзя дать без развития революции. Когда власть перейдет в руки советов, капиталисты выскажутся против нас. Япония против, Франция против, Англия против, против выскажутся правительство всех стран. Против нас будут капиталисты, за нас будут рабочие. Вот тогда конец войне, которую начали капиталисты. Вот ответ на вопрос о том, как кончить войну. Вот этими словами он и заканчивает свою работу. Вот то, что я хотел до вас довести. Пожалуйста, какие возникли вопросы. Там в чате есть вопросики, но мы надеемся зрителям еще немножко времени позадавать, я вас пока немножко разомну. Первый вопрос, как вы считаете, Владимир лично написал бы свою работу чуть по-другому, если бы она была написана не в 17-м году, а в 46-м, 47-м. Да я думаю, что по-другому, потому ситуация ситуация межгосударственной политики другая, и возможно, что ну почему какой-то год, 46-й? Ну какой-нибудь 46-й после 2-й мировой войны, да? когда наступила холодная война, да, я думаю, что конечно по-другому, холодная война и горячая война первая и вторая, это разные вещи, но хотя причина вот все эти события, все войны и все состояние отношений межгосударственных и политических отношений нужно рассматривать с классовых позиций, как здесь говорит Владимир Владимирович, в этой работе, да и во всех предыдущих, то есть какие позиции занимает класс и каким классом выгодно то, что происходит в мире, вот с этих позиций надо оценить, я думаю, что через 30 предлагать лет, если бы он написал на 30 лет позже, я думаю, что конечно некоторые нюансы были бы другие, но именно он бы все равно их рассматривал с классовых позиций, и что только пролетариат и трудящиеся, другие трудящиеся массы заинтересованы в том, чтобы не было войны, а буржуазия не может без войн, ей нужна прибыль, а войны приносят максимальную прибыль, а цель буржуазия это получение максимальной прибыли. Тогда еще такой вопрос, смотрите, в этой работе он говорит о четырех крупнейших банках, которые... Он пример приводит просто, он не говорит, что именно эти крупные, а просто, что вот крупнейшие банки в той стране или в другой, могут там диктовать какие-то условия кому-то, а потом они друг на друга уже некуда там, некого больше эксплуатировать и уже пришли в тупик, что только друг против друга стали и приходится им конкурировать и бороться и как вот получилось в Первой мировой войне, то есть группировки, две группировки, одна на другую и в основном там за колонии, за рынки сбыта шла война, вот эти группировки контанты и Троицкий союз. Финансовые группировки. Да, финансовый капитал. Финансовый капитал. Финансовый капитал и руководит политикой, в том числе и такой формой политикой, как война, именно он руководит и сейчас это же происходит, и сейчас финансовый капитал до сих пор, потому что империализм никуда не делся за прошедшие сто лет. Ну в этой работе он говорит о четырех крупнейших финансовых он просто пример приводит. Ну понятно, пример, просто до этого была работа империализма, как высшая стадь, там пять государств было рассмотрено, Россия была нята. Ну да, а здесь он приводит четыре, да. Хотя крупнейших банков у нас, наверное, в этот момент не было. Нет, это будет Франция, Американ. Да, 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 экономика России к этому времени, к 17-му году полностью зависимо от иностранного капитала. То есть финансового капитала? Да, финансовый капитал. Нет, он был, но как и сейчас. Значительно уступал западному капиталу. Западноевропейскому и американскому. Значительно уступал. И сейчас та же история. А еще момент проклавывается. Его, собственно, признают все, как и левые, так и правые. Ну да, но дело в том, что он изучал формы, методы ведения войн. Да, он не с классовых позиций рассматривал, а как бы, ну, что влияет на войны и почему. Ну, он, конечно, рассматривал. С точки зрения войны, в том числе с точки зрения экономики. Та же война 1812 года, у него, прежде всего, с экономических аспектов. Ну, я клаузерца не очень хорошо знаю, не могу его оценить. Я просто читал, я на самом деле к чему. Не могу его оценить. Война это продолжение политики. И другими средствами. А политика это продолжение экономики. Кто-то же песок про это поднял. Даже не продолжение, а выражение, как бы, отражение экономики. Да. То есть вся политика зависит от состояния экономики прежде всего. То есть от того, какая у нас экономика, от этого и зависит. Конечно, и политика зависит, да, от экономики прежде всего она зависит. Нет, ладно политика, получается война, это результат экономики. И война тоже от экономики зависит, это форма политики, война. Ладно, хорошо, тогда у нас есть еще вопрос из чатика, я зачитаю, как есть, но автор настаивает на такой формулировке. Вопрос, считает ли докладчик, что война чисто над стройкой, без базиса? Да нет, нет, конечно, я так не считаю, что мы только что об этом сказали, что политика, форма политики, как война, зависит от экономики, а базиса всего общества это экономика. Как это, не может она не зависеть от базиса, нет, я так не считаю. Так, ну тут еще пишут, что мы сейчас пятое место в уроке занимаем, не знаем сколько прав, да. Ну это, смотря в чем, смотря в чем, кое-где и 60-е, и 70-е валового продукта. Нет, по потребительскому какому-то, это, там, пятое место, там, четвертое. Ну нет, да, Германия, Англия, Франция, явно. Он не сказал, в чем пятое место. Какая-нибудь Польша, может, он оценки, оценки можно всякие давать. В пятой уроке реально. Нет, почему, по каким показателям? А в Минте, Швейцария, Швейцария. Нет, 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 по каким показателям-то пятое место, непонятно. Ну это как российский инфейк в начале века, рассматрившись. Ну опять же, надо подождать. В начале века, там же опять же, мы разбирали работу империализм, как высшая стадия. Там да, пятое место, но с большим-большим отставанием от первых четырех. Ну, если с подависи, какие показатели. Значит, у меня вот есть такое предложение, Саш. Мы империализм, как высшая стадия капитализма, рассматривали до начала СВО. Вот, и как-то так она у нас прошла так поверхностно. Я думаю, что надо на следующий год ее поглубже изучить, да, и повторить. Что вот на фоне тех событий, которые сейчас ведутся в мире. Потому что война и в Израиле на Ближнем Востоке, и на Украине война. А, ну ничего, конечно, мы там три-пять, сколько там занятий понадобится. Но самые основные положения марксистские, вот, тем более, что сейчас у социалистов вызвало вот это вот, как бы, споры, вот, оценки империализма. И насколько война, оценка этих, тех военных действий, которые сейчас ведутся, вот, на Украине и на Ближнем Востоке. То есть, по-разному оценивают разные. Я знаю, тут случайный процесс, чтобы... Надо бы возвратиться к Владимиру Ильичу еще раз, именно к этой работе. Она на многое может открыть глаза. Тут, кстати, еще просили, чтобы мы рассматривали, в том числе, и, так сказать, сравнивая с текущей ситуацией современной. Ну, конечно, да. Если так расходиться, то империализм, какую еще стадию, надо перебирать. Там, фактически, статистику всю экономическую, придется подтягивать заново. Да, смотрим.